А тут эта парочка. Привет, дорогуша. Я рад тебя видеть. Привет всем. Сегодня нас ждет насыщенная программа. Мы посмотрим на сидение на пирсе наших рыбаков. Мы посмотрим на сидение на полочке. Как вы знаете, я приделал полочку к дереву, между деревом и палкой, которая опора. И эта полочка, ну, был вопрос, насколько она будет пользоваться популярностью у котят. Оказалось, что она очень популярна. Мы посмотрим с вами на всякие их перемещения. На сообщение осеннего времени. И в конце будет очень интересный момент. Я вам расскажу про гостей Вилли. Это будет анонс, скажем, обзор его посетителей, которых оказалось много. Это у нас сегодня... Какое? 1 октября. 1 октября. Ну, цветы пока цветут. На улице с утра плюс 8, днем будет плюс 20. Ну, еще немножко солнца дадут. Вообще, октябрь еще в наших краях это теплый месяц. Для тех, кто первый раз на канале, это Австрия, Каринтия, озеро Осиахер Зее. А это у нас котенок Арчик, который главный над этими компостными делами. Да, они там активно сидят. Может быть ее просто пониже опустить? Под эту самую? Нет, я думаю, я ее обрезаю. Нет, под полочку. Все равно, чтобы это... Вот мы с Ириной как раз обсуждаем вот эту полочку. А сейчас посмотрим на котят, как они там развлекаются. Конь, давай запрыгивай, конь. Нет, он куда-то пошел под новое дерево. Браво! Вот, кажется, идет Алтайчик, который Арчик. Арчи, ты тоже наверх залезешь или как? Ну, он пока сомневается. Ну да, тут же мы с камерами, как же. Она берет и лапку упустила. Где он? Он где-то тут снизу, огородами пошел. Вот, вот, вот. Давай, давай. Место занято. А она его лапой лапой говорит. А куда ты, говорит, полез? Тут только для одного есть. Нет, не пустили Арчика. Анфиса, что она такая жадная? Она не жадная. Она по правилам. У нее есть правила. Кто первый занял, того и место. А другого гонять надо, да? Другого не пускать. Ну да. Как дети. Как дети, да. Вот он ходит, которого не пускают на дерево. Он говорит, может я на другое полезу? Там не так удобно. Вот это крутое дерево. Все сюда хотят. Да. Потому что ствол голый. Да. А она наблюдает за ним. Ну что, Арчи, давай, вторая попытка штурма. Он ходит снизу, а она оборачивается за ним и смотрит. И он делает вид, что ему ни на какое дерево вовсе не надо. Сейчас ей уже надо есть? Конечно. Она сейчас пойдет за ним. Полочка. Нет, полочка оказалась вообще. Так она хочет прыгнуть за челок? Да. Она хочет приземлиться на гортензии. Эй, Анфист. Да. Ты же умненькая у нас? Разумненькая? Да. Она умненькая, да. Она интеллект. Мыло не ест и на гортензию не прыгает. Да, а ее заинтересовало. А этот ушел. Обиделся и ушел мальчик. Не обиделся. У него свои дела. Вы знаете, что темперамент у Анфисы и у Арчи очень сильно отличается. Арчи такой поспокойней, немножко валенок. Анфиса этим пользуется. Она супер активная, волевая, решительная. И поэтому, что касается игр, она абсолютно доминирует. Арчи пока смиряется со своей участью. Его могут куда-то не пустить. Мне обещано было, что они будут бегать. Ну куда там? Анфиса, ну давай, побегай немного. А где у нас этот малщик? Он пошел на пирс или на бак? На бак. Он молодец. Я ему там специально положил эти коврики. Нет, он пошел в гортензию. Там у него тоже дом есть. Ну да, я специально вышел с камерой пораньше. Мне было обещано, что сейчас они будут гонять. Но у них такое впечатление, что они когда меня замечают с камерой в руках, они начинают вести себя хорошо. Вот таких игр вдвоем не случается. Я подкараулю. Смотрю, начали беситься. Хватаю камеру и тут же они затихают. Я поймал уже достаточно много моментов. В роликах вы их видите периодически, но все-таки без камеры для наблюдения за животными не обойтись. Я такую камеру заказал. У меня был опыт с одной камерой. Она оказалась в барахло какой-то. Не работала нормально. Сейчас я заказал какую-то сильно получше. Посмотрим, что получится с ней. Видите, это у нас осенние дела. Это все снималось примерно 1-2 октября в таких датах. Погода пока великолепная. Они играются. Мы уже все там вытаскивали. Байдарка будет убрана на днях буквально. Конечно, с одной стороны коронавирус, конечно, подгадил капитально. С другой стороны, так как никуда нельзя было ездить, мы сидели дома и по полной программе я на доске накатался. У меня электросерфинг накатался до полного изнеможения. Уже в конце, честно говоря, даже немножко надоело. Я катался по два раза в день. Один раз на доске, доска с веслом. У нее есть электросерфинг. А вторая, более скоростная. Я на одной, потом на другой. После этого еще прогулка, пробежка. Лето было насыщенное. С этой точки зрения, посидели дома озерные развлечения. Вообще, конечно, обстановка, честно говоря, вторая волна в Австрии случилась. Достаточно серьезная. Поэтому, сидим дома, наблюдаем за котиками. Котик Вилли, он млеет. Он подошел, посмотрел. Нет, пить не хочу. Вот смотрите, сейчас будет интересно. Сейчас подойдет у нас Арчик. А у Арчика отросла такая грива. У него впереди манишка, а по бокам, если присмотреться, грива. И вот он не может нормально пить воду. В тазу налито слишком много. И у него получается подбородок почти горизонтально. И вот манишка опускается в воду и вся мокрая. А ему это не нравится. Вы видите, он раз язычком намокнет, тут же отдергивает голову. И толком попить мальчик не может. То есть, он пьет тогда, когда воды сильно поменьше. Вот так вот. Это на террасах, тут у них ключевые позиции. Котики ходят, комбинируют, друг за другом сидят. Ну, это обычное, нормальное поведение котят, кошек вообще. Все друг за другом следят. Если сидит куда-то смотрит, 100% там будет кто-то другой. Из их же компании. Но к коту Вилли стали приходить совсем неожиданные гости. Не забудьте, в конце ролика будет такое. Я вам коротко покажу, а потом будет несколько роликов именно про гостей Вилли. Гости такие интересные. Вот видите, это у нас осенняя погода. И сейчас я вам покажу кадры из гаража. Как мы все поубирали. Котята в гараже тоже очень любят проводить время, поэтому страшно. Перед тем, как выезжать на машине, мы их обязательно отлавливаем и запираем дома. На всякий случай. Ну что, доска уже в гараже. Байдарка тоже уже в гараже. Все уже в гараже. Это значит, что лето действительно окончилось. Пока осень. Рыбаки. Рыбаки. А? В воду наступил, Арчик? Да, в воду наступил. Анфиса пошла. Арчика отсюда никакими пряниками не выманешь. Рыбак, рыбак. Вон там рыба плавает. Она кругом плавает. Ну что, Анфиса, пойдем? Пошли? Пошли? Что тут сидеть-то? Пошли. Пошли, пошли, пошли. Давай. Она следит на самом деле за Арчиком. Арчик там водичку пьет. Он там пьет воду. Налил дождь воды. Анфиса тут занимается. Ладно, ребята. Пойду я, пожалуй. Арчик пьет воду из какой-то пластмассовой миски. Да? Налил дождь воды. Лапами скребет, скребет. Да, и пьет. Молодец. Мэн Кун. Сейчас будут обещанные кадры про гостей котика Вилли. Причем я покажу не всех. Вот. Были еще жабы. Жабы я потом отдельно покажу. Но интересно. На эту тему будут потом фильмы. Вот о Вилле. Там горошки и ежик. Мы ежика на этом доме видели в первый раз. А Вилли его похоже хорошо знает. Потому что Вилли ему вообще не удивился. Но посмотрел и пошел. А, это этот колючий, бесполезный. Вот. А ежик потом вернулся, горошки доел перед входом. Короче, про ежика будет. Ну, этого гостя вы прекрасно знаете. Это был черный друг Вилли, которого мы подкармливаем. Так что смотрите продолжение бесконечного сериала про котят. Будет интересно. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов Вам!